Привет! Сегодня я буду говорить о том, как таппинг помогает снять стресс. Если я спрошу, встречались ли вы со стрессом в жизни, большинство людей ответят, что да. Но откуда вы знаете, что у вас стресс? Что говорит вам о таком состоянии? Для кого-то сигнал – это эмоциональное заедание. Оно свидетельствует о наличии стресса в жизни. Но как насчет других сигналов? Вы чувствовали, как у вас начинает болеть живот в состоянии стресса? Или чувство сдавленности в груди встречалось? Может, при возникновении стресса у вас начинается головная боль? Эти физиологические признаки, которые, как мы знаем, играют важную роль. Или выражаются миндальвидным телом, посылая нам реакции. Но как насчет мыслей? Что на уровне мыслей подсказывает вам, что у вас стресс? Что вы можете говорить себе в своей голове? Иногда мы можем проговаривать про себя или вслух «Я не справляюсь, на меня слишком много всего свалилось, и чувствую, что у меня слишком много дел, я не выдерживаю, я устала». Часто такие заявления – это признаки того, что у вас стресс, связанный с определенной сферой вашей жизни. И когда накапливается достаточное количество стресса в вашей жизни, его становится настолько много, что он влияет на все, в том числе на нашу диету. И контролировать свой вес становится намного сложнее. Мы можем использовать таппинг, чтобы справиться с этим стрессом. Сегодня я хочу поработать с общими понятиями стресса. С тем, что представляет собой стресс в теле и стресс в разуме. Вы можете вспомнить недавнюю ситуацию, которая вызывала у вас стресс. Либо же, возможно, вы переживаете такую ситуацию прямо сейчас. Можете думать о ней, пока мы будем работать. Запишите число, интенсивность ваших ощущений стресса, от 0 до 10. 10 – максимальный стресс. 0 – чувство спокойствия. Итак, давайте начнем с фразы установки. Несмотря на то, что прямо сейчас я испытываю стресс, несмотря на то, что я чувствую себя совсем без сил и не знаю, как справиться с этим, я полностью люблю и принимаю себя. Несмотря на то, что недавняя ситуация вызвала у меня стресс, и об этом мне пытается сказать мое тело, я полностью люблю и принимаю себя. Несмотря на то, что я могу чувствовать стресс, я знаю, каково это ощущается, я полностью принимаю себя, в любом случае. Теперь бровь. Этот стресс в моем теле, эти мысли о том, что я устала, я часто повторяю, что не могу справиться, что у меня недостаточно времени. Я чувствую себя такой перегруженной делами. Я чувствую комок в животе. У меня болит голова. Я чувствую стресс и усталость. Сделайте глубокий вдох. Проверьте еще раз интенсивность. Что меняется? Что вы замечаете? Что вам пытается сказать ваше тело сейчас? Может, стресс теперь ощущается в другой части вашего тела? Комок, сдавленность, тяжесть? Может, что-то еще? Может, вы теперь думаете о конкретной ситуации? Какие мысли пробегают в вашей голове? Каким бы ни был сигнал о стрессе, ваш личный сигнал от вашего тела, используйте его при таппинге. Применяйте конкретно слова, которые подходят вам. Давайте проведем еще раунд, используя распространенные убеждения. Эти мысли о том, что мне в жизни не хватает времени. Я ничего не могу сделать как следует. Я чувствую себя совершенно уставшей и нервной. Я не могу нормально спать. Я потеряла контроль над диетой. Я просто не могу избавиться от этого чувства стресса. Вся эта усталость в моем теле. Весь этот стресс, не отпускающий мою голову. Сделайте глубокий вдох и проверьте, какова интенсивность стресса теперь. Вы можете заметить, что стресс снижается. Каковы ваши ощущения теперь? По шкале от 0 до 10. Запишите это число. Если вы начинаете нацелиться на стресс, используя более конкретные фразы, и заметите, что стресс снижается, вы также параллельно начнете замечать, что повышается чувство спокойствия. А это очень полезно. Давайте продолжим. Этот снижающийся стресс в моем теле. Я могу найти место для спокойствия. Я представляю, что чувствую себя совершенно спокойной в этой ситуации. Этот стресс снижается. Я отпускаю свой стресс. Я позволяю спокойствию заменить его. Отпускаю стресс. И открываюсь для спокойствия. И проверьте себя. Особенно относительно слова «спокойствие». Как вы себя чувствуете, когда говорите «спокойствие»? Запишите по шкале до 10. Продолжайте постукивать до тех пор, пока стресс не окажется на уровне нуля или одного. Постукивайте постоянно о том, что чувствуете прямо сейчас. Если у вас есть время сделать паузу и постукивать по моменту, по ситуации, вы намного быстрее справитесь со стрессом, чем если будете постукивать по ситуации, когда она закончится, уже после. Помните, если вы также сосредотачиваетесь на повышении чувства спокойствия, это также отличная мысль для повышения качества вашей жизни. Это поможет вам лучше разобраться в ситуации, и вы сможете принимать лучшие решения. Помните, продолжайте постукивать. Давайте постукивать и по другим эмоциям, которые, как нам известно, играют очень динамичную роль в эмоциональном заедании.